Всем привет! С вами Эгер и на канале Homemade. И сегодня мы с вами посмотрим, как сделать неоновый цветок для своей любимой. Поехали! Итак, первым делом нам понадобится фоторамка. Любая фоторамка, которая вам придется по душе. А также неоновая лента. Я буду использовать именно желтую, потому что я буду делать цветок желтого цвета. Это любимый цвет моей девушки, поэтому я буду для нее и делать. Того цвета, который ей больше всего нравится. Так, фоторамка готова. Теперь нам нужно распечатать цветок, который бы больше всего подходил бы и больше всего нравился бы. Итак, цветок распечатан. Я его вставил в фоторамку. И цель этого цветка быть только фоном, на котором мы будем что-то делать. Следующий шаг. Это нам нужно взять нашу ленту и ее наклеивать сюда, изгибая, делая формы лепесточков. Вот сейчас попробуем это все дело сделать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok И так что у нас по факту получилось Конечно при близком рассмотрении Видны следы клея довольно таки сильно И они в принципе портят вид Если конечно смотреть вот так прямо Как мы сейчас смотрим Но цель этой подделки не в том Чтобы на нее вот так смотреть в чистом виде А чтобы она светилась в темноте Или в сумрешное время суток Давайте теперь проверим Как это все работает Я уже подключил преобразователь И сейчас подключим питание Проверим что у нас точно все работает Давайте попробую выключить освещение Вот примерно так это все выглядит у нас Это еще не до конца готово Но довольно таки классно и эффектно выглядит Я думаю моей любимой это понравится Следующее что нам понадобится Это вот такая вот цветочная проволока Ее используют для вязки букетов И подобные вещи Флористики Можно купить в любом цветочном магазине А вот так же несколько листочков Искусственных листочков От цветка Из этой проволоки мы будем формировать стебель Теперь эти проволоки скручиваем вместе И у нас получился довольно таки Красивый плотный стебелек В конце нужно Смазать термоклеем Для того чтобы он не расплетался Пока мы будем с ним работать Следующий шаг Нам нужно убрать этот штекер Потому что он здесь находится Он здесь будет сильно мешать Поэтому мы его просто обрезаем Теперь эти концы надо залудить И сюда припаять другой проводок Итак, два провода припаяно Теперь можно формировать стебель Уберем наш стебелек И сгибаем его по форме Примерно как мы хотим Чтобы у нас стебель шел То что веточка выйдет за границу Это не страшно Можно будет конец обрезать Но я планирую так Чтобы веточка выходила за На рамку находила Вот здесь она была Теперь берем листочки Отрезаем их И формируем так как мы хотим Итак, цветок практически готов Остался последний штрих Это заменить фон Мы достаем Вот лист, что мы подкладывали В качестве основной картинки И вот такой темный фон Мы сейчас сюда поставим Вот такая у нас получилась картина Сейчас я отключу свет Вот так оно примерно выглядит Осталось только подключить Подсветку К сожалению, на видео Не передать полностью эффекта Который создается В общем, выглядит очень классно И красиво Я вам желаю успехов Пусть ваши проекты будут Классные, интересные И приносят радость Всем пока